Дмитрий Потёмкин Дмитрий Потёмкин Да-да-да, всё верно. То есть в Москве было совещание крупных киносетей, было совещание у Министерства культуры. И непосредственно Собянин, мэр Москвы, сказал, что именно 1 августа откроются кинотеатры. И после этого совещания уже все пришли к такому общему мнению, что открываться надо 1 августа. Но, однако, это не меняет. Суть и того, что регионы могут на своё усмотрение открываться хоть сейчас. Так, например, сейчас работает Курганская, Липецкая области, Крым, Ленинградская область. То есть есть уже кинотеатры по России, которые работают. А вы как-то сравнивали? То есть как у них там заболеваемость в тех регионах, где открыты кинотеатры, как у нас? То есть это как-то коррелирует между собой? Ну, вы понимаете, что Ленинградская область явно похуже по заболеваемости, чем наша. Поэтому именно такой прямой корреляции нет. Здесь именно связано, скорее всего, с решением властей. А говорили вы уже как-то, возможно, где-то оказывались, я не знаю, в доступе какие-то внутренние документы по тому, как придётся работать? Готовы ли вы открыться и готовы ли вы открыться с ограничениями? Ну, то, что мы готовы открыться, это абсолютно точно, да, Дима? Ну, да, наверное, точно. Почему? Потому что за две недели где-то до закрытия кинотеатров, в принципе, под тем документом, который прислал Роспотребнадзор, какие-то рекомендации, да, мы уже в то время работали, две недели, в принципе, готовы соблюсти сейчас новые без проблем. Да, то есть здесь особых проблем нет, тем более их даже стало меньше, то есть на техническом уровне кое-что доработали, именно в плане кассовых программ, продаж билетов, и становится немножко даже проще, так скажем, чем в то время. Это во-первых. А во-вторых, как обычно, у нас существует два мнения, да, как поведёт себя кинопрокат после открытия. И любой из них, вот лично по моему мнению, стоит того, чтобы открываться чем раньше, тем лучше, хотя есть и другие мнения. Почему? То есть первый вариант – это что люди соскучились по кино и прям пойдут толпой. Тогда понятно, что, естественно, нужно открываться, зарабатывать деньги, да, оказывать услуги, дарить радость. Второй вариант – абсолютно противоположный. То есть люди боятся. Что люди будут бояться, да, что это будет какая-то там проблема, что нет прямо сейчас громких фильмов, да, и поэтому люди будут осторожничать и не очень активно ходить в кино. И здесь тоже нужно открываться, на мой взгляд. Почему? Потому что существует всегда инерция, да, то есть чтобы растолкать камень, нужно какое-то время, да, крупный, большой, чтобы раскачать людей, чтобы они перестали бояться, чтобы они привыкли снова заново ходить в кино, пусть даже и на небольших релизах. Всё равно стоит открываться заранее, также подготовить сотрудников, они ещё раз научатся заново, так скажем, всё делать. А вы сами к какому варианту больше склоняетесь? Возможно, люди там пишут или наоборот не пишут? Я лично склоняюсь, и не только я склоняюсь, наверное, Дима тоже, да. Но мы туда, тут есть ещё определённый экономический вопрос, да, то есть мы не увольняли сотрудников, мы там получали определённые субсидии, кредиты, мы точно так же платим им зарплату, поэтому, ну, тут нет вроде бы вариантов, почему бы не открыться раньше. Даже без премьер, без чего-либо, ну, в любом случае можно работать. Вот, а мы больше склоняемся, конечно, к варианту того, что люди радостно пойдут у нас забивать места. Почему? Потому что, во-первых, сейчас очень сильно ограничен круг мероприятий, да, то есть если раньше ты мог сходить на дискотеку, там ещё куда-то, ещё куда-то, да, на концерт, ну, много куда, на самом деле, мог сходить, да, то сейчас из развлечений, особенно развлечений с детьми, у нас фактически ничего не осталось, если кинотеатр был бы хорошей и недорогой, отдушиной для этого. Это, во-первых. Во-вторых, уже очень много народу приходит, спрашивает, даже звонят, открылись, не открылись, то есть спрос есть. Я думаю, что если этот спрос есть, если люди уже даже вот просто пытаются следить именно напрямую с кинотеатром, это говорит о том, что люди придут. Я так понимаю, что во время этих ограничений в смене работала эпицерия, да, как она работала, то есть сначала на вынос, теперь работает в том формате с ограничениями. Да, мы сразу же, то есть у нас не было изначально доставки, мы ввели первым делом, что мы сделали в начале ограничения, это мы 28 марта, получается, да, открыли свою собственную доставку, то, чего очень долго люди хотели и просили от нас, мы это сделали. И вот сейчас, буквально недавно, да, получается, что у нас неделю назад, полторы, мы уже вышли в формат кафе, то есть если кто-то еще сомневается, открытые пиццерии и так далее. То есть это и в смене, и в дружбе? И в смене, и в дружбе, естественно. Мы уже работаем и в формате доставки, и в формате кафе. Можно ли сопоставить цифры по количеству посетителей, вот до карантинное время и сейчас? В до карантинное совсем и во время карантина или... В до карантинное совсем, и вот сейчас, когда вы открылись, как много народу? Много народа. Много народа. Но больше доставки, естественно. Больше доставки. Дмитрий, у вас летнее кафе открылось, у Колизея, вас видно. Ну, заметно, да, мы открылись первым летником, наверное, со всеми вместе, да. А сказать, что это какая-то экономически целесообразная, наверное, нет. То есть я повторюсь, что у нас в любом случае есть сотрудники, мы в любом случае платим им зарплату, поэтому пусть работают. Не сказать, что прямо там аншлаги какие-то, да, но есть. Но посетители есть. Посетители в основном заходят, спрашивают, где кино и когда. Когда уже? Когда кино. Может быть, им там не интересен попкорн или какая-нибудь попсикола, да, а вот кино они прям хотят, жаждут. Но вообще возможно как-то сравнить, там, я не знаю, может, к июню прошлого года, да, там не к месяцу до коронавируса, а вот прям совсем, то есть июнь к июню? По ощущениям просто, вот, как народ. Или у вас этого летника не было в прошлом году? Нет, у нас летника не было, и лето не было в прошлом году. Да, неправда. Потому что в этом июле жарко, а в прошлом июле мы там на взлетной полосе сидели в пуховиках, поэтому. Сравнить здесь суммы или цифры какие-то, ну, просто невозможно, это тысячи процентов разницы. Александр, вы в итоге оставите доставку? Да, мы в итоге оставим доставку, мы сейчас делаем, прикладываем огромное просто усилие, чтобы это осталось, потому что мы понимаем, что на базе только кинотеатра смены мы просто это не вывезем, да, чисто по производству. Мы сейчас, не буду раскрывать всех тайн, но все будет, доставка будет функционировать успешно, я думаю, что еще долго-долго. Ну, просто я большой поклонник вашей пиццы. Спасибо. У смены долго не было доставки, вот это карантин, да, и все-таки карантин вынудился сделать доставку. Да, именно так и произошло, да. По фильмам, какие-то громкие премьеры отложились, не отложились, вообще что-то в этом сезоне будет? С чем будете открываться? Смотрите, значит, как мы все в курсе, у нас Голливуд весь отодвинулся, да, в связи с тем, что в США немножко все неблагополучно. Вот, но здесь, во-первых, есть фильмы, которые уже вышли, да, и мы ими можем работать спокойно. Я думаю, что многие из нас и детей не досмотрели тролля, если кто-то и досмотрел, то с удовольствием сходит второй раз ради того, чтобы сходить на три часа, посидеть в прохладе, отдохнуть и еще раз показать ребенку хороший мультик вместо того, чтобы... На большом экране. Тем более на большом экране. Вместо того, чтобы дома на планшете смотреть. Вместо того, чтобы дома на планшете смотреть Ютубчик. Вот, это первый момент. Второй момент. Вот здесь будет очень интересно как раз в момент открытия то, что очень любит «Эхо Москвы» в программе «Культпоход». Это будут небольшие премьеры, которые обычно проходят, ну, так, в тени, да, блокбастеров. А здесь их будет много, и они будут все одновременно. Их будет немного сеансов, и прямо вот целую неделю можно там прямо вот из кинотеатра не вылазить, и один за другим будет смотреть премьеры. Надо отпуск брать для этого. Чтобы тогда еще пиццу вносили в зал. Мы думаем об этом. А у нас можно. А у вас разрешено, да? Да, у нас более в первом зале есть несколько рядов со столами. Соответственно, ну, это популярная услуга. То есть посидеть, поесть и пиццу, и бургеры, и все, что... Совместить. Дмитрий, у вас запланированы какие-то, возможно, тоже, я не знаю, что-то, авангард какой-то повезете в связи с этим карантином? Ну, наверное, нет. Наверное, релизы у нас примерно одинаковые будут. Да, 100%. Тут вопрос, сколько будет запускаться залов. Естественно, семью залами мы работать поначалу точно не будем, если мы говорим еще про 15 июля, да? Это будет, наверное, 2, или 3. 3, я думаю, что это. Да, наверное, 3, да. Вот. Из такого чего-то необычного, мы только что переговорили с Диснеем, соответственно, у них есть возможность перезапустить, например, тех же Мстителей. То есть то, что действительно смотреть нужно на большом экране. А они так и не вышли, да? Почему? Нет, они уже успели посмотреть. Я совсем потерялась уже даже у всех этих. Их успели посмотреть, но не все. Ну, возможно, да. То есть есть такая возможность, соответственно, ну, какой-то там Marvel Fest, может быть, на 15-е, там, 16-е июля мы запланируем. Ну, если, опять же, мы начинаем работу. Если разрешат. Если это будет 1 августа, ну, там вот, как Саша сказал, там уже есть релизы. И если там эпидемиологическая обстановка в Штатах там будет улучшаться, то мы тоже все иком получать. Если нет, ну, значит, будем ждать. Более того, да, нас могут еще эти российские прокатчики поддержать. Есть куча фильмов именно российских и очень даже неплохих, которые не вышли в этот период карантина. Например, тот же «Стрельцов». Вот сейчас, конечно, естественно, не смеется. То есть их не выпускали, потому что кинотеатры закрыты? Естественно. Ну, как выпускать фильмы в закрытом кинотеатре? Никак. Он должен был выйти как раз вот в конце апреля, в начале марта, и в итоге отодвинулся. Ой, в конце апреля. В середине апреля. А потом в конце марта на «Астрие» сходили. Да, на «Астрие» стояла, стояла «Гудбай, Америка» с Нагеевым. В итоге они все не вышли, и сейчас продюсеры очень сильно думают, как с ними быть. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы хочется уже выпустить, естественно, вернуть затраты. С другой стороны, у них нет гарантии, что затрат вернутся. Вернется ли зритель в кинотеатрах. Поэтому первые две недели начнем, наверное, без них, а потом, я думаю, что они активно начнут выставлять уже и российское кино. Когда уже будет понятно. Когда будет понятно, насколько большая заполняемость залов. И сколько кинотеатров вернулось. А нет вообще таких опасений, что будут придерживать эти релизы в итоге в кинотеатрах, показывать-то будет нечего. То есть одни вроде опасаются, непонятно, там работают все на полную, не работают. Но в итоге все равно все выйдут. Тем более, что есть 1 августа когда-то открытие Москвы. Мы все понимаем, что Московский регион, Москва, это у нас один из лидеров по сборам. Соответственно, открывшись Московский кинотеатр, автоматически за собой подтянутый продюсеров и уверенности в том, что все будет хорошо. Все будет окупаться. Да, конечно. Еще с точки зрения тех мер, которые Роспотребнадзор, возможно, для вас прописывал. Я не знаю, были ли какие-то совещания представителей киноиндустрии с Роспотребнадзором. Может быть, Дмитрий нам расскажет. Или, может быть, были какие-то документы, которые вы получали. То есть вы говорите, что были предписания до карантина, до введения. Я так понимаю, что там была рассадка такая неплотная по этому поводу. И, возможно, были какие-то ограничения, связанные с индивидуальными средствами защиты. Перчатки, маски, вот это вот все, насколько это будет обязательно для зрителей. Ну, вот нормы, которые были до карантина, это как раз вот рассадка неплотная. Это везде санитайзеры, которые у нас, в принципе, так и стоят на всех местах. Для обработки рук. Да, для обработки рук. Были увеличены расстояния между сеансами, то есть до 30 минут они просили, чтобы успеть обработать зал заново, ручки, двери, все остальное. Понятно это. У нас с точки зрения этого, может быть, проще обрабатывать, чем у Саши, потому что у нас кожаное кресло в большинстве залов. Но это проще, быстрее, может быть, как-то удобнее. Поэтому сильно ничего для нас, я повторюсь, не изменится. Да, мы так же точно. То есть уже перед карантином большинство мер применяли. Сейчас есть некоторые, например, по 30 минут перерыва, тогда их не было. Это сейчас вот новая мера, которая будет введена. В остальном все как бы остается, то, что было до карантина. И я о чем говорил в самом начале, это уже доработали программное обеспечение, которое не просто, то есть мы понимаем, что люди ходят компаниями, никто не ходит по одному. Поэтому у Роспотребнадзора также есть все это, что если у вас покупают три билета, вы их можете посадить рядом одновременно, если у вас компания из трех человек. Если это группа, которая и так общается. Да, 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 все верно. И только потом уже вы оставляете место. То есть здесь все сделано со стороны здравого смысла. То есть тут разумно. Не боитесь ли вы, что будут какие-то не совсем адекватные требования? Мы, потому что во время выхода из ограничительных мероприятий с представителями нескольких отраслей общались. Ну, понятно, это общепит, это индустрия красоты, когда говорилось о том, что один мастер, один клиент, один кабинет. Плодо-парикмахерских. Плодо-парикмахерских или сфера общепита, которым изначально предписали вот это вот тестирование сотрудников еженедельное, да? В вашу сторону пока таких требований не было? Нет, нет, мы уже получили, вот лично я получил документ, как бы, который все оговаривает. Ничего там такого прям сверхъестественного нет. Никаких невыполнимых требований нет, которые есть именно такие сложно выполнимые, они все в рекомендательном порядке, то есть хочешь делай, хочешь не делай, то есть как получится у тебя. Ну, то есть, ну, например, да, чтобы было понятно, это бактерицидные лампы на зал, ну, вы представляете, сколько на кинозал, вот на его... На площадь, да, на площадь зал-то вверх колесей. Вот на его зал, сколько нужно бактерицидных ламп, и что они там будут делать на высоте 6 метров, я не знаю. 12,5 метров. Что? 12,5 метров. А, ну, да, извините, я так привык. Ну, то есть, получается, вы, с одной стороны, вроде бы оказались в невыгодной ситуации, потому что все заработали, а вы еще нет, а с другой стороны, Роспотребнадзор, видимо, приняв во внимание... Все те претензии, которые им предъявляли, да. Все те претензии, которые поступили из других сфер, до вас уже дошло самое адекватное, видимо. Ну, в итоге общепит же нормально открылся. Открылся. Да, все это сняли, как бы все поняли, что немножко что-то не то, да. Есть какие-то, да, нереально невыполнимые совершенно требования. Ну, вот даже по тем требованиям, да, которые выполнимы, берем там тот же самый общественный транспорт, который должны были обрабатывать там после каждого рейса. Ну, на бумаге, конечно, это все выполняется, но я живу рядом с конечной, и я вижу, что некоторые автобусы заходят на разворотный круг, разворачиваются и едут дальше. Понятно, что за 15-20 секунд никто не успевает никакой салон не обработать, да. То есть все равно есть отдельные там представители бизнеса, которые не соблюдают эти санитарные меры. И вот в прошлый раз мы разговаривали с представителями торговых центров, и они озвучили вот эту мысль, что наказывать нужно не отрасли, а конкретные места представителей. Насколько вы считаете ответственно к этому, ко всему, подойдут именно представители кинотеатров? То есть не будет ли такого, что кто-то не будет обрабатывать зал, и потом там завтра придет Роспотребнадзор и скажет, так вот этот кинозал, вот этот кинотеатр не обрабатывает свой зал, мы вас всех закрываем? Нет, так не будет уже однозначно, да, то есть скорее всего будут, естественно, избирательные меры, то есть если кинотеатр, не знаю, где-нибудь в каком-нибудь Ханты-Мансийске, извините, ребята, если там есть всего один кинотеатр. Но в Кирове вы, я так понимаю, все все-таки внутри утрасли, и вы все равно все общаетесь, и я так понимаю, что... Тут будет проще не как с общепитом, которого очень много, да. У нас четыре оператора кинопоказа, ну уж как-то мы... То есть вы договоритесь между собой? Договоримся. Да, во-первых, договоримся, во-вторых, все равно кинотеатр – это такой достаточно социально ответственный бизнес вообще изначально, да, то есть мы и патриотическим воспитанием занимаемся, и всякими социальными проектами, и прочим, 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 и терять там свою репутацию из-за обработки, ну, это как бы не про нас. Да, все понятно, конечно, но просто история вот со всеми этими дополнительными функциями, которые вашим сотрудникам придется исполнять, это, ну, в чем-то накладная история, то есть покупка всех этих, извините, там, жидкостей для обработки, покупка масок для сотрудников и перчаток для сотрудников – это тоже такая большая расходная статья. Ну, даже элементарно, вот рассадка, да, то есть это же все равно какие-то там выпадающие доходы, грубо говоря. Да, да, ну, все верно. Оценивали примерно вот эти потери, во сколько они могут обойтись? Оценить, наверное, сложно, потому что мы не знаем, сколько человек будет приходить. Понятно. То есть если мы там возьмем наш там большой четвертый зал, 220 мест, если там хотя бы через одного будут сидеть, да я там руку буду каждому ужать, если придет 100 человек. В перчатках. В перчатках, конечно, да. Потому что, ну, такие большие залы, это либо когда выходит блокбастер, да, он заполняется целиком, либо это какие-то ноябрьские каникулы или январские. Ну, смотрите, мы перед тем, как тоже все, вот у нас и торговые центры, и бьюти-сфера, и мы как-то сидели, я Аню спрашиваю, Аня, говорю, что у нас с кинотеатрами? В смысле, что с ними? Я говорю, почему они молчат? Ну, то есть где они? Они вообще живы? Ну, кинотеатры, вы как пострадавшие отрасли, вот Дмитрий говорит, вы имели возможность воспользоваться какой-то господдержкой, да? Что это за господдержка была? То есть насколько быстро вы ее получили, насколько она была существенна, удалось ли там сохранить этот штат, и как вообще все происходило? Ну, смотрите, штат удалось сохранить, то есть мы всех оставили на рабочих местах на своих. Естественно, было понимание, что, ну, два месяца, ну, три может это продлиться, да, дольше как бы вряд ли, да? Ну, вот сейчас у нас четвертый месяц пошел, да? Соответственно, как по распоряжению президента за апрель и за май, на каждого мы получили вот эту субсилию. Субсилию 12-130. Вот, на остальные месяцы тоже пришлось брать кредиты, но вот эти льготные кредиты, о которых тоже, как бы говорил президент, тут вроде бы у нас проблем не возникло, но возникает проблема открытия, да, то есть у нас месяцы набираются, кредиты-то можно брать, потом ведь их нужно отдавать. Да, бесконечно можно брать, но потом надо помнить, да, о том, что все эти деньги нужно возвращать. И история тоже вот с открытием и закрытием, она такова, что когда не понимаешь, в каком объеме ты откроешься и как велика будет там прибыль и выручка, да, невозможно сейчас вообще предугадать, когда вы выйдете на прежние обороты там, да, посредством. Вот в этом смысле тоже проблема большая. Александр, у вас как? Ну да, у нас чуть-чуть посложнее ситуация. Здесь вопрос в чем, мы перевели очень многих сотрудников на доставку, доставка очень много съела рабочих рук. А-а-а, понятно. Вот вообще пиццерия вам в плюс или в минус тут сыграла? В смысле в минус, как может? Нет, ну мало ли, возможно, я не знаю, там она не окупала себя, я не знаю. Нет, ну что вы, что вы. Конечно, это в плюс. Плюс, естественно, что по сравнению со стандартной продажей в зале, это чуть-чуть получается дороже, то есть себестоимость, ну за счет, естественно, доставки и там и систем налогообложения определенных, они удорожали продукцию как таковую по себестоимости. Но в целом по сотрудникам мы смогли просто-напросто перевести большинство сотрудников, почти всех, именно на доставку, потому что доставка предполагает собой гораздо большее количество там рабочих рук, как официанты, как работали, выполняли свою функцию, также они перестроились на доставку, они стали просто сборщиками, условно говоря. Девочки, которые у меня работали в кассе, они все сейчас принимают заказы. Мы сейчас вот думаем, надо вроде кинотеатр открывать, девчонок обратно сажать, надо как-то что-то с операторами делать. Надо кого-то искать, да, на телефон. Так что у нас штат, скорее всего, еще немножко даже подрастет. Как сотрудники вообще реагировали на вот эти вот изменения функционала, на то, что кому-то, я так понимаю, Дмитрий, у вас пришлось сидеть дома? Ну у нас, да, большинство пришло сидеть дома. Возможно, кто ушел, например, в какую-то сферу, которая не прекратила свою работу. Всегда есть люди, которые ищут, где лучше, где что-то работает, кто хочет работать, кто не готов там что-то сидеть, что-то менять, но таких немного. Вот именно у нас чаще всего происходило так, что люди говорили, что... Окей, я готов. Окей, я готов, да, ну конечно, сейчас дают работу, за нее хватайся и держись. О каком количестве вообще людей вот речь идет, сколько задействованных у вас? Вот если говорить, у нас, значит, у нас, наверное, за весь период, вот когда открылся общепит, вот ушло, наверное, два бармена остальные. Вот примерно, да. То есть люди пошли уже в открытую сферу, да, работать? Потому что, ну, тут у нас все, там, у нас четыре точки общепита, там, в кинотеатре, да, понятно, что смысл нам открывать никакого нет, вот мы работаем одним, там, кофейней и работаем. А так вообще, в принципе, сколько у вас человек, штат какой задействован? А сколько у нас штат? У тебя сколько штат? Я тоже не помню. Ну, порядок цифры хотя бы, там, 20-30 человек. Больше, но больше, больше. Человек, наверное, от 40 до 60. От 40 до 60 человек, слушайте. Ну, просто каждый раз, да, когда мы, там, общались с представителями различных сфер, то есть речь все равно идет, там, о людях, да, то есть те люди, которые высвобождаются либо на рынок труда, если это, там, какие-то магазины, розничная торговля, очень часто закрывались, люди просто оказывались без работы, потому что, там, был, там... Потому что некуда им пойти, все остальное-то закрыто тоже. Да. Вот, и сфера общепита, да, то есть вот у них-то как раз огромное количество людей, там, да, и эти торговые центры, которые, вот, как вот мы здесь выяснили, то есть к ряду, там, торговых точек еще притянуты производства, потому что это собственные производства, и на них тоже завязаны люди, то есть в итоге получается, что цепочка... Снежный ком. Огромное количество людей, да, которые так или иначе тут... Ну, тут у вас, получается, да, кинотеатр, там, пиццерия. Ну, да, у нас, ну, до банального, на личном примере, да, то есть я 15 лет изучал, там, проектора, кинопрокат и прочее-прочее университетов, поэтому не существует это все на опыте, на каких-то, там, именно на работе. А как только ударил карантин, я перестроился в логиста и специалиста по доставке, да. Новые навыки, новые функции. Новые навыки, новые функции, да. Новые умения приобрели все мы, наверное, да, за это время. Спасибо большое нашим гостям. Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Сменой дружбы», и Дмитрий Потемкин, директор по развитию кинотеатра «Колизей». Мы надеемся, что вы откроетесь как можно более рано, да, чтобы все мы в течелетнее время успели захватить и успели посмотреть на большом экране хорошие фильмы. Спасибо. Мы сейчас уходим на рекламу, после вернемся с новыми гостями. Продолжаем дневной разворот. Сменили мы гостей. Сейчас у нас в гостях Елена Преснецова, музыковед «Вятской филармонии», и Александр Гаврилин, директор «Вятской филармонии». Мы поговорим о том... Но продолжаем говорить про коронавирус. Всем добрый день всех. Рады видеть, слышать. Ура. Ура. Наконец-то. Филармонии не было тоже в нашей студии, по-моему, с марта. Слушайте, столько событий произошло, да. Поэтому, наконец-то, мы пришли и можем пообщаться о том, что у нас происходит в музыкальной среде, и что происходило за это время, пока нас у вас не было в гостях. Давайте, наверное, начнем с того, что происходило, как вообще вы выпутывались из всей этой ситуации, на какие... Вообще, нет, но на самом деле мы исходили из того, что надо трудиться, надо жить дальше, жизнь продолжается, и не стоит сидеть. Но я скажу честно, мы две недели, я лично две недели дал, так сказать, возможность музыкантам воспользоваться вот этим вот событием, которое у нас было, да, по всей стране, и отдохнуть. Хотя меня хотел на три дня. Через три дня я уже начал звонить и говорить, ну что, может быть, мы что-нибудь начнем уже что-то придумывать там. Ну, Сан Саныч, ну давайте мы как-то еще немножко... Я говорю, ну хорошо, хорошо, хорошо. Меня хватило, честно, я выдержал две недели, после чего мне позвонил мой друг, знаменитый музыкант Вятки Андрей Сандалов, и говорит, я уже не могу, давай что-нибудь сделаем. Я говорю, хорошо. И за 20 минут мы придумали такой формат, онлайн-концерты, вот, и сделали их 28. То есть мы распланировали 28 концертов на протяжении с марта месяца по 28 мая. Два раза в неделю наши музыканты, ведущие музыканты Вятской филармонии давали концерт в наших соцсетях. Значит, за это время нас просмотрело более 200 тысяч человек. Подписчиков увеличилось ВКонтакте, по крайней мере, на более чем на тысячу людей. Очень доброжелательные отзывы за этот период были. И мы так понимаем, что этот формат, он сыграл вот нам конкретно на плюс. И мы планируем, несмотря на то, что очень надеемся, что в скором времени мы откроем двери для нашего зрителя мы будем продолжать такого же формата, эти онлайн-концерты. То есть они сохранятся? Ну, конечно, конечно. Вот, плюсом ко всему мы не забыли про наших маленьких слушателей, и мы для них читали сказку «Волшебник изумрудного города», причем сказку читали герои этого замечательного мюзикла, который мы поставили. Поэтому работали вот в таком вот объеме, в таком масштабе. Кроме этого, мы подумали и решили, а почему бы нам не сделать летний музыкальный фестиваль? У нас есть «Вятская весна», который ежегодно весной проходит. У нас есть, значит, «Возвращение земляков», «Возвращение на Вятку», фестиваль прекрасный, который проходит раз в два года. У нас джазовый фестиваль, но вот как-то у нас в последние годы он как-то затих. У нас рождественский фестиваль. У нас рождественский фестиваль, да, планируется. И вот мы решили сделать летний. Вообще идея такая, вот у нас идея такая родилась, сделать... Вот у нас есть весенний фестиваль, сейчас будет летний фестиваль. Через год мы планируем осенний, и зимний фестиваль – это рождественский у нас получается. То есть вот именно по временам года, как завещал наш великий Петр Ильич Яковский. Времена года Вятской филармонии. Ну, допустим. Поэтому летний фестиваль, мы опять-таки очень надеемся, что в этом году он впервые состоится на Вятской земле. Это будет проходить, опять-таки я подчеркну, планируется, да? Это будет проходить на ступенях Вятской филармонии. У нас будет такая концертная страсть. Да, и смотрите, смотрите, если... Это будет не в зале, это будет в открытом воздухе. Нет, это будет опен-эр. То есть сейчас очень известный такой во всем мире под открытым небом фестивали проводится, но они у нас не будут проходить, допустим, 2-3-4 дня. Они у нас будут проходить в течение месяца. С 29 июля по 30 сентября. Августа. По 30 августа, да, прошу прощения. Каждую среду и воскресенье с 18 часов все творческие коллективы, начиная от Вятского симфонического оркестра имени Раевского, именно они будут открывать этот фестиваль, заканчивая струнным квартетом. Кроме этого, оркестр русских народных инструментов, русский концертный ансамбль 3 плюс 2, наш замечательный союз Константин Юдичев. Кроме всего прочего, наши друзья. Военные. Военные два оркестра. Оркестр Мелитопольской краснознаменной 8-й ракетной дивизии из Юрии к нам приедет. Мой, один из самых любимых, и я, конечно же, предвзято к нему отношусь, в хорошем смысле слова. Оркестр Северная Звезда планируется, камерный оркестр нашей филармонии. Кроме этого... Из других городов кто-нибудь приедет? Из других городов нет. Вот мы решили, да, во-первых, понятно, сейчас пока нет такой возможности, мы решили сделать первый фестиваль своими силами. Забыл сказать, еще одна замечательная группа будет «Эль-Танго» во главе с Николаем Донецким. То есть каждый концерт будет интересен по-своему. Если мы берем, допустим, группу «Эль-Танго», это будет все, что касаемо танцев, и можно будет потанцевать, соблюдая дистанцию, и само собой. Вот. Что касаемо Оркестр Русских Народных Инструментов, это будут русские песни, это будет вот все, что наше такое вот родное. Что касаемо симфонического оркестра, это самые популярные классические произведения. В общем, вот все самое-самое интересное будет в рамках вот этого музыкального фестиваля. Мы его назвали «Летняя ассамблея Вятской филармонии», сокращенно «Лав». И девиз такой «Лето, музыка, любовь». Отлично. Слушайте, а вот сейчас все-таки такие маленькие технические моменты, что называется. То есть музыканты будут на ступеньках Вятской филармонии. А зрительный зал, он будет или там не будет кресел? Будет, нет. Будут, мы планируем, конечно же, часть кресел, потому что, сами понимаете, разные возрасты могут приходить на эти концерты. Есть люди, которым не очень удобно два часа стоять, конечно. Конечно, мы будем рассаживать, но в основном это будет формат такой, что пройти, посмотреть, стоя, послушать музыку хорошую. То есть это для гуляющих как раз в этом районе, в прекрасном планке. Абсолютно. Вот для всех, кто будет в это время на территории Вятской филармонии, смогут ощутить эту красоту звучания. И это будет для зрителя бесплатно. Абсолютно. Абсолютно бесплатно. Это у нас общедоступно. И надо сказать, что публика просто должна почувствовать, что жизнь есть. Несмотря на коронавирус. Нет, вы знаете, вот на самом деле мы с 1 июня открыли кассу. Я, честно, взял два дня, сел в кассу и решил поотвечать на телефонные звонки тех зрителей, которые звонили. Да, были такие, что вот, давайте, верните наши деньги. Пожалуйста, приходите, всё, не вопрос. А вы знаете, что этот концерт перенёс? Как, он не отменён? Да, он не отменён, мы его перенесли на более поздний срок. Да, ну тогда хорошо, ладно, я, наверное, билет оставлю. Я вам скажу, что 95% мероприятий, которые у нас не состоялись весной, мы их перенесли на осень. И на сегодняшний день всего лишь 37 человек сдали билетов. Остальные все билеты держат. Мы в социальных сетях попросили наших зрителей поддержать нас и не сдавать билеты, чтобы всё равно захочется же встретиться, увидеться. И я вам скажу, что телефоны в прямом смысле слова обрывают с точки зрения, что ну когда же мы уже к вам придём, когда же мы уже насладимся музыкой. Мы не останавливаемся, мы концертный сезон, например, грубо скажу, сверстали, да, таким профессиональным языком, сверстали уже следующий концертный сезон с учётом тех мероприятий, которые у нас не состоялись в период коронавируса. Вот, поэтому мы всех будем ждать. И я вам скажу, по секрету раскрою, что очень большие крупные проекты планируются ежемесячно. Например, по секрету скажу, никому не говорите. В сентябре у нас планируются гастроли, театры, оперы и балеты Республики Коми. На четыре дня приезжает огромная труппа к нам. Опять-таки, планируется это всё сделать, если даст Бог. Вот, и нам позволит наш уважаемый Роспотребнадзор. Кроме этого, в октябре у нас планируется впервые на Авиатской земле хор имени Пятницкого приедет в полном составе. Ноябрь месяц. Ребята, наши замечательные ансамбль песни и пляски Александрова, которые у нас не приехали весной. Они приедут к нам осенью. В декабре месяц это ансамбль, государственный ансамбль «Россия» с руководителем Дмитрием Сергеевичем Дмитриенко, с нашим замечательным земляком. Кроме этого, также в декабре приезжают короли Опереты. Это ведущие солисты Московского театра Опереты. В общем, друзья мои, музыкальная жизнь, она будет очень и очень насыщена. А кроме всего этого, самое главное, наши творческие коллективы, наш симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов готовятся к новому концертному сезону в полном объёме. Репетиции идут ежедневно и тщательным образом. Они работают в условиях, естественно, те, которые нам прописал Роспотребнадзор. Это, конечно же, ограничения. Они в масках работают? Они приходят. А турчатки же невозможно работать. Я вам сейчас расскажу, опять-таки секрет, никому не говорить. Вот, они приходят, естественно, мы измеряем температуру. Да, естественно, антисептики на руки, они в масках, они проходят. Если, допустим, скрипачи, они спокойно работают, могут в маске сидеть. К счастью, за окном у нас больше плюс 30, но учреждение там прохладно, очень комфортно. И кондиционирование у нас есть в том числе, да. Но не во всех, конечно, помещениях. Но есть, тем не менее. Вот, поэтому мы не можем останавливаться, мы работаем. И в период пандемии музыканты тоже самосовершенствовались. Но не может, понимаете? Музыкант это как спортсмен. Музыкант не может не играть, да. Он не может не играть. Он должен каждый божий день заниматься и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому я думаю, что после того, как мы откроем наши двери для нашего зрителя, музыканты продемонстрируют свое мастерство, то, которое они наработали во время, так сказать, небольшого такого отпуска. Да, они же соскучились. Очень соскучились. Я хочу сказать, что на самом деле Александр Александрович совершенно справедливо сказал, что его хватило на очень малое количество времени, чтобы не возбудить нашу музыкальную общественность внутри филармонии и сказать, друзья, давайте не киснуть, а что-то делать. И на самом деле у нас была очень такая интенсивная жизнь и на странице ВКонтакте, и на Фейсбуке. У нас был фестиваль, почитаем песни Победы, наши артисты читали. У нас были флешмобы, когда оркестры по одному собирали, играли, допустим, в свои партии, и это все технически мы собирали. У нас были целые как бы вот видео такие с изображением оркестровых коллективов. Я уже не говорю об онлайн-концертах, которые у нас регулярно проходили. В общем, жить спокойно мы им не дали. Да. Они заставляли работать. И самое главное, вы знаете, тут такой еще очень вопрос важный, ведь экономически коллектив не пострадал. И здесь, я думаю, что и администрация филармонии, и Министерство культуры, они сыграли не... Нет, на самом деле огромное спасибо за поддержку и правительства Кировской области, и Министерство культуры в полном объеме... В полном объеме все заработные платы, в отпуск у нас люди сходили, все хорошо. Да, конечно, но я еще раз говорю, были вот эти вот нюансы, что мы не пошли в отпуск в июле, как обычно, а немножко раньше, да. Но люди с пониманием к этому отнеслись, и я еще раз хочу сказать большое спасибо за то, что нас, и не только нас, вообще все учреждения культуры... Не бросили. Не бросили, да. То есть поддержали в полном объеме, и я думаю, что наша первостепенная сейчас задача, вот, это, как говорится, на доброту ответить добром, да, и все, что касаемо нас, нашего творчества, показать зрителю, показать нашим желанным гостям. Давайте еще раз повторим, с 30 июля, да? Значит, с 29 июля планируется по 30 августа, среда и воскресенье в 18.00. Открытые концерты. Открытые концерты. Приходите в полетник в филармонии, да. И я очень надеюсь, что все-таки дату нам назовут в ближайшее время Роспотребнадзор, когда концерты и в зале тоже будут возобновляться. Мы на самом деле, кстати, готовы и в шахматном порядке, хоть вчера, мы уже вчера были готовы на это, на все. Да, музыканты жаждут и, скажу таким, знаете, военным языком, готовы рваться в бой. Понятно. Спасибо большое, Александр Гаврилин, директор Вятской филармонии, Елена Преснецова, музыковед Вятской филармонии. Всех приглашаем, пожалуйста. Вот совсем недолго осталось подождать, и музыка будет в нашей жизни. Дневной разворот на этом завершается. Через 20 минут особое мнение. Михаил Курашин, вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого созыва будет у нас в гостях. Спасибо всем, всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok